Доброго времени суток, дамы и господа! Доброго времени суток! Иначе, с помощью которых мы будем производить как одежду, так и, например, пластик, который тоже в целом необходим. Но давайте посмотрим сейчас немножечко на это. Значит, мы понимаем, что мы могли бы с вами организовать следующее. Может быть, с пластиком я не буду торопиться, но химикаты я бы хотел производить. Но здесь есть один нюанс, что пластик производится в том числе из нефти, если я не ошибаюсь. Вот смотрите, нефть и химикаты. Соответственно, химикаты производятся из нефти, гравия, древесины и урожая. А урожай у нас находится здесь. То есть, все достаточно сложно. То есть, нам нужно как-то это совместить. При этом, нам еще нужен будет с вами швейный завод, да, тоже, который непонятно как размещать. В общем, все достаточно сложно. Здесь очень такие выходы, которые мне не нравятся. Я не знаю, каким образом мы будем все это реализовывать, но у меня есть подозрение, что нам придется здесь сделать какое-то заводское соединение в большей степени. То есть, у нас вот здесь будет с вами храниться ткань. Соответственно, можно плясать отсюда, да. То есть, сначала взять, например, и посмотреть на завод, который будет нам шить одежду. Так, еще раз, где он? Швейный завод. Вот он такой вот господин, значит, да. Ну и, соответственно, мы понимаем, что ему также понадобятся какие-то входы-выходы, ну и дорога, конечно же. Значит, вот, например, мы сюда это все дело устраиваем. И что? Погодите-ка, или что? Или я что-то перепутал? Ну-ка, еще разочек. Нет, нам нужно, чтобы вот сюда подходили химикаты. Тогда это немножечко усложняет всю эту историю. Хотя, в принципе, нет. Почему? Мы в любом случае швейный завод можем располагать где-то вот здесь. Ибо в любом случае нам вот отсюда получать ресурс. Поэтому я думаю, что мы можем сейчас включить с вами сетку и попробовать его как-нибудь поставить. Но здесь дорога дальше уже не пойдет. Как вы понимаете, к сожалению. Но, как ни крути, других вариантов я просто-напросто не вижу. Опять же, отличный вопрос. А как людей я сюда буду подвозить? То есть, насколько мне это все удобно сейчас в таком контексте? Максимально неудобно. Мне придется здесь делать несколько остановок, к сожалению. Но куда же без этого? Дорогу я здесь буду делать пока что в таком формате. Не буду торопиться. Значит, отлично. Здесь мы стройку, в принципе, заказали, можно сказать, да? Ну, не можно сказать, а заказали. Я думаю, что сейчас уже что-то здесь доделается. Вон, я вижу, там подъезжают большие партии досок в том числе. Это замечательно. Значит, еще раз. Все. Все, с этой цепочкой мы разобрались. Теперь следующая цепочка, это химикаты вот сюда. То есть, соответственно, нам нужен химический завод получить где-то здесь. Но нам нужен также и второй выход. И, в принципе, с химическим заводом я здесь понимаю, как быть. Мы можем просто-напросто с вами поставить его вот сюда поближе, например, да? Но вот туда мы соединяться, конечно же, не будем. И взять вот этот второй справа выход куда-нибудь. Я думаю, что идея отличная. Давайте тогда так и поступим. Я попробую осуществить следующий план. Мы, соответственно, сюда вот это все бахаем. Дорога нам обязательно будет нужна. Здесь придется, наверное, сейчас переделать, скорее всего. Давайте на паузе это быстренько я осуществлю. Мы просто дорогу протянем. Протянем ее вот сюда. Здесь подсоединимся, здесь подсоединимся. И вроде все становится на свои места. Значит, смотрите, что здесь теперь получается. Значит, вот сюда нам нужно воткнуть с вами нефть. И получается, что нам нужно также эту нефть воткнуть в пластмассовый завод. Что мне кажется, здесь не выходит никаким другим образом. Кроме как возить сюда ресурсы. Я имею ввиду нефть. Потому что, а как я сюда подсоединюсь, да? Ну, хотя нет, я могу попробовать. Я могу попробовать как-то вот так сделать. Дойдут ли люди, вот в чем вопрос. Ну, я вот сюда влезаю очень плотно. Очень плотно, но я влезаю. Но мне надо еще влезть так, чтобы нефть сюда можно было подтянуть, да? То есть, вы понимаете, о чем я. Ладно, там через дорогу я протяну, но в принципе это не проблема. А вот что касается всего остального, то вот это уже косяк. Блин, плохо, что я не могу сделать каким-то образом так, чтобы мои тротуары проходили над заводскими соединениями. Это максимально меня расстраивает. То есть, вот сюда мне придется отдельно возить людей, что достаточно печально. Так как, ну, строить остановку для отдельного вот этого вот помещения я смысла не вижу. Отсюда у нас все разойдутся. Может быть, они вот сюда, кстати, достанут, да? Но это мы сейчас проверим, поэтому давайте, наверное, устанавливаем пластмассовый завод. Мне кажется, отличная идея здесь все это осуществить. Единственная плохая идея это провести дороги бы здесь надо было гравийные, потому что достаточно будет плотное движение. Ну-ка, давай посмотрим. Да, вот сюда труба протягивается. Если мне нужна дорога, а мне она нужна, то мне, соответственно, надо будет здесь немножечко пошаманить с подъемом труб и так далее. То есть, здесь, в принципе, блин, вот так не пройдет, да? Я просто боюсь, что я сейчас вот так вот сделаю и здесь не соединиться тогда, поэтому давайте я вот так, наверное, срублю кусок. Мы здесь немножечко вот так сделаем, наверное, отступим, соединим. И здесь скажем, что вот так. Вроде нормально. Нефть, как вы помните, у нас где-то здесь была, поэтому далеко ходить не придется. Я сделаю здесь отдельное производство нефти для вот этого вот производственного комплекса, потому что... Но иначе как по-другому? Так, что нам нужно сделать? Нам нужно сделать сейчас следующее. Зайти вот сюда, сказать, что вот это мы строим таким образом. Блин, гравийные дороги за деньги делать перспектива не очень, если честно. Но все-таки до автобусной остановки каким-то образом надо протянуть нормальную дорогу. Давайте еще раз подумаем. Значит, химикаты, которые идут на пластмассу, куда идет нефть и вот сюда идет нефть. Вот сюда идет нефть, химикаты идут для того, чтобы производить, соответственно, ткань. Ткань идет сюда, отсюда ткань поступает сюда. Здесь мы получаем готовый продукт, который будем куда-то там выгружать, потом придумаем. Это сейчас не так важно, так как все-таки у нас очень много вариантов для строительства. Давайте посмотрим, что у нас там происходит. У меня что-то с электричеством какая-то беда, и мне она максимально не нравится. Надо глянуть, что такое у нас. Ну, здесь, в принципе, ситуация достаточно классическая. Не очень хватает людей, судя по всему. Но электричества вроде достаточно. Конечно, с энергетикой надо тоже что-то решать. Я пока не очень понял, что. Добавлять еще одну электростанцию угольную, да, хотя бы сейчас. Я, конечно, до урановой, наверное, не дотянусь. Вот, и пытаться как-то это все подсоединить вот здесь, либо какой-то другой вариант искать. Я не знаю, можно, конечно, вот сюда попробовать, да, вот отсюда протянуть. Ну, и, наверное, людей вот этих как-то пустить. Но я никак их не пущу. Да нет, я их пущу, мне просто придется поднять трубы. Ну-ка, скажи мне, автобус, сколько ты везешь людей? Ты везешь 50 человек. Ты вот их привозишь, и смотрите-ка, не все выходят. А почему вы не вышли сейчас, ребята? Вы какие-то странные. Вы очень странные. Ладно, сюда люди сейчас попрутся, да, я так понимаю. Но вот здесь сейчас 19 человек. Но этой энергии уже не хватает, чтобы и продавать, и при этом еще, соответственно, обеспечивать электричеством нашу республику. В общем, ситуация достаточно такая, не очень хорошая. Нужно все-таки достраивать что-либо. Здесь мы с вами уже проложили какой-то новый микрорайон. Как вы помните, я все-таки хотел бы что-то вот здесь делать, но пока что не знаю, буду ли я сейчас это делать или нет. Давайте мы скажем, что вот здесь асфальтовые дороги можно было бы проложить и не стесняться. На самом деле, мне кажется, что вот здесь стоит делать, потому что мы вот с этой остановки будем людей забирать. Ну-ка, напомните мне по электричеству, потому что я смутно помню, что здесь происходило. А-а-а, вот оно что, прикольно. Это интересно, кстати. Это интересно, мы не достаем туда, куда нам надо. И это печально. А выходы у нас здесь присутствуют или нет еще? По-моему, один еще выход есть. Но вот это нам нужно для того, чтобы вот это обеспечить. Возможно, я в дальнейшем сделаю здесь, когда район. Мы, соответственно, сюда принесем свое электричество, вот это уберем, но, в общем, тут подумаем. Нам нужно здесь по-любому электричество. Давайте-ка проверим вот такую вот теорию, влезает ли вот эта штукенция вот сюда. Мне интересно. Да, она сюда влезает, стоить будет тех ресурсов, которых у нас нету. К сожалению, придется строить либо за доллары, либо за рубли. Но доллары потихонечку набираются в любом случае. И, кстати, ну-ка подождите-ка. Рубли набираются за бензин. Давайте-ка посмотрим, что у нас здесь. Здесь еще пока есть. Здесь тоже. Битум набирается. Паровозик возит. Пускай пока что катает. Ну, главное не упороться таким образом, чтобы у нас просто топливо кончилось, и мы на заправке перестали развозить. Давайте здесь еще закажем улучшения. Очень много всего надо делать. Не вывозим мы, к сожалению. Походу пахнет еще одной строительной конторой. Знаете что? Наверное, я не буду здесь сейчас ничего делать. Мы сейчас с вами достроим вот эту вот штуку. И, соответственно, достроим. Когда мы ее достроим, неизвестно. И, соответственно, уже после этого будем делать какие-то выводы. Но я вижу, что здесь ресурсов совсем немного осталось. Слушайте, походу я сейчас потрачусь. Я не буду здесь делать гравийку за ресурсы, потому что это нереально. Ну, вы прикиньте, да? Мне нужно будет делать отдельную тогда дорогу. Слушайте, а в принципе, да? В принципе. Почему бы нет? Бесплатную дорогу. Ну-ка. Да быстро, пожалуйста, давай. Ну, почему ты не проходишь-то? Что тебе мешает? Тебе мешает линия электропередач. Ну, давай хотя бы криво проведем. Мне сейчас, в принципе, пофигу. Нам сейчас главное подвести всю эту историю. Получается... Блин, а куда нам надо ее подвести? Стройка идет вот отсюда. То есть, я могу подвести просто вот такую вот временную дорогу вот здесь. И здесь все попытаться засыпать гравием. Ну, я не знаю, или это плохая идея. Сейчас посмотрим, что будет происходить. А как у меня поля будут собираться, да? Тоже такой вопрос. А я могу как-то отменить сейчас дорогу строительства или нет? Я такого никогда не делал. Не могу. Классно. Классно играем. Спасибо. Ну, значит, если сейчас не получится, если мы сейчас поймем, что все машинки затупят, вот эти вот, я имею в виду, грузовики, которые урожай должны собирать, то мы, конечно же, с вами сейчас построим за бабло. Да, походу придется строить за баблишко. Да, видите, ребята, они теряются. И, к сожалению, придется строить за доллары. Так, автопостройка за доллары. Да, нажмем. Можно как-то это сделать? Как теперь это все сделать? Мне придется жамкать на каждую. Это печально. Слушайте, ну, значит, таков путь. Что я вам тут еще скажу? Я вот лишнюю дорогу, наверное, здесь уберу, чтобы они сейчас по ней не катались. Потому что, ну, его нафиг, не знаю, что им там в голову взбредет. И, соответственно, они куда-то там поедут. Куда нам совсем не надо. Ну, ладно, попытка не пытка. Мы пробовали, мы пытались, но у нас ничего не получилось. Какая-то здесь гравика появилась. Машинки пошустрее ездят. Отсюда комбайны поехали. Значит, все работает. Что у нас здесь? Здесь у нас ничего. Это тоже замечательно. Это меня радует. Давайте посмотрим вот сюда. Да, короче, это не работает. Значит, сколько стоит вот эта история? Эта история стоит, в принципе, недорого. И нам нужно ее еще подключить при этом к асфальту. Да? Потому что нам нужно будет заправлять погрузчики. Я думаю, что они в любом случае заправляются. Вот, соответственно, вот так вот делаем. А когда-то мы это построим. Здесь машинки немножко в шоке. Но, ребята, приходите в себя. Да, наворотил я тут делов. Теперь у меня все вот эти машинки потерялись. Посмотри, что делается. Ну, это кошмар. Я не могу их отправить в депо, да? Или могу? Ну-ка, давай посмотрим. Ни хрена не едет. Ни хрена не едет. Я не знаю, как это сделать теперь. Так, чтобы оно поехало в другое место. И, походу, я так сотворил со всеми машинками. Я не знаю. Я удалю, конечно, то, что вот здесь мне мешается. Придется сейчас докупать заново. Ладно, я надеюсь, что вот эти одуплятся. Я там докупил уже более новых машин, которые возят больше. Все, а вот эти потерялись. Просто проверяй. Ну, что могу тебе сказать, дружище? А как тебя послать на следующую эту станцию? Вот, сюда можно послать. Давай, поехал. Что-то теряешься, ты не теряешься. А ты что скажешь? Ты страдаешь фигней, дружище. Я понял, тебе не победить. Ну, и вот чего у тебя? Какая проблема здесь? А, погоди. Или чего это? Здесь что-то не достроилось? Ничего. Да, смотрите, вот в чем была проблема. Вот я даю. Ну, давайте тогда доделаем. Я думаю, что сейчас он должен найти свой путь. Ну, и мы понимаем, что машинку я продал. Конечно же, это глупость, все, что я так делаю. Но, тем не менее. Тем не менее, машинку мне надо докупить. Ну, да ладненько, не будем расстраиваться по этому поводу. В любом случае, здесь строительство должно продолжаться. Я так понимаю, что оно продолжается. Хочется уже увидеть всю вот эту историю. И вот эта нам нужна, потому что иначе мы не перевезем зерно, соответственно, вон туда. Будет достаточно грустно. А здесь у нас что получается? Ну, да, здесь у нас получается ликероводочный завод, который все это выгружает на склад. Склад у нас вот здесь. Все нормально должно быть. То есть, сюда должно само это подключиться. Здесь я не переживаю. В общем, короче, в итоге мы производим с вами алкоголь. Мы производим с вами химикаты, которые помогают производить пластмассу. И которые помогают производить ткань, чтобы производить одежду. Мне кажется, неплохая такая цепочка получилась. Теперь главное все это реализовать. Давайте немного попробуем подразобраться с нашими автобусными линиями. Значит, у нас есть с вами что? У нас есть вот такие вот пассажирские перевозки. Нихрена тут 11 техники. Это Ханты-Мансиск. Ханты-Мансиск. Это вот сюда. Здесь даже нарисовано, кстати. Это достаточно удобно. Так, и мне надо как-то автобусы отправить в депо желательно. Я очень хочу это сделать. Я просто не понимаю, а где вот это все количество людей, которые мы возим? Где оно вообще нахрен находится? Здесь у нас чего? Здесь у нас вот так, прямо жестко. Ну вот этого господина я, наверное, отправил бы в депо, потому что я его продам. Я хочу немножечко заменить автобусы. И надеюсь, что у меня это получится. Просто не хочу сейчас удалять те автобусы, в которых есть люди. Буду примерно их подлавливать. Потом отправлять туда, может быть, продавать. Хотя я могу, в принципе, сразу продать. Зачем я отправил их туда, да? По-хорошему мы могли бы и так сделать. Ну, хоть какие-то 4 тысячи там возвращаются. Там, грубо говоря, за один такой автобус. Точнее, за два таких автобуса мы купим один новый по той же цене. Но это не проблема. Сейчас главное ловить автобусы без людей. Новая техника какая-то доступна. Что там дали нам? Ну, вот такое вот это ЗИЛ, по-моему, называется, да? Ну вот, да, смотрите сами, в общем. Я так понимаю, что это бортовой грузовик. Не знаю, насколько он мне нужен. Блин, что-то, короче, автобусы плохо как-то людей выгружают. Ну, значит, всего доброго, ребята. Ничем не помогу. Давайте вы тогда, новые люди заедут. Вот там детей у нас в детском садике тьма тьмущая, поэтому растите и развивайтесь, как говорится. Нельзя сейчас полностью здесь удалять все автобусы. Это я точно вам говорю. Я думаю, что мы будем строить вот этот МИТО или МИТО из Чехословакии, который возит по 82 человека. Сколько мы их будем брать? Давайте возьмем для начала 4 штучки. 4 штучки. Как раз у нас тут есть маршрутецкий, да, я правильно понимаю, да, который мы можем скопировать на эти автобусы. И сейчас их начнем потихонечку отправлять. Я думаю, что буду выдерживать какую-то паузу. С рубликами надо что-то делать срочно, потому что они убывают, когда мы не продаем бензин, и это меня расстраивает, конечно же. Короче, вот, еще один автобус вам держите. Вот этот автобус я тогда еще продам один, если вы не против. И давайте смотреть. Значит, цель у меня какая? С этой остановки, наверное, в ближайшем будущем, возить только вот сюда. Точнее, неправильно я сказал. С этой остановки возить... Нет, не так, давайте еще раз. Сюда возить только с этой остановки, а не с двух остановок одновременно. То есть, я говорю о том, что если у нас будет какая-то точка, куда нужно привезти людей, мы будем брать из конкретного места, а не набирать из разных. Чтобы просто не путаться, и было намного удобнее. Тем более, у нас здесь планируется новый квартальчик, в который въедут люди, которые сюда придут. Ну, давайте я тебя, дружище, тоже подловлю, я вместо тебя сейчас новый закажу, уже вместительный. Так, всех выгрузил, красавчик, ты поработал на славу, заказываем тогда два еще вот таких. Так, и ты тогда, мы раз тебя поймали. Чтобы они имели одинаковую скорость и передвигались, грубо говоря, одинаково, наверное, было бы удобнее заменить именно все, потому что они по этому маршруту катаются. Так, тебя пока мы удалять не будем, мы с тебя сделаем вот так вот копии. И, соответственно, запустим, наверное, первый пока что, потому что ты у нас, как понимаешь... Ну, вот смотрите, 45 человек не выгрузилось. Блин, я не хочу удалять такой автобус жирный, да, я имею в виду по пассажирам. Наверное, мы попозже это сделаем. Давай мы тебя запустим. Надо будет понаблюдать за ним, почему это он людей-то сюда не привез. Вот здесь сейчас до сих пор не максимум работает. И мы все равно теряем. Смотрите, видите, какая история, она достаточно грустная. Надо будет продумывать уже все-таки ситуацию с тем, как мы будем сейчас еще электричество с вами вырабатывать. Я пока не очень представляю. То есть, если вход у нас для электричества здесь, я сомневаюсь, что у меня вот тут получится поставить конвейер. Мне надо либо куда-то вот сюда это все делать, либо, я не знаю, блин, стоит денег, это будет дохренища. Я не вижу в этом смысла. Это, наверное, больше трат, чем мы окупим. Ну, окупим, понятно, когда-то, но если в рублях, например. Давай в рублях посмотрим. 302 тысячи. Если в долларах, то это будет 420. Ну, понятно, что рубли все-таки здесь повыгоднее будут в этом плане. Слушайте, ну, не знаю, сейчас сколько людей. Ну, вот смотрите, сейчас почти максимум. Мы все равно не вывозим. Видите, какая фигня? Наверное, это потому, что у нас с этой электростанцией электричество идет и в город, и на все производства. В общем, куда, черт возьми, она только не идет. Но, по большому счету, чтобы сэкономить в этом направлении, мы могли бы с вами заказать станцию, если мы будем понимать, откуда у нас придет уголь. Ну, я, наверное, примерно понимаю, что он придет вот отсюда. Блин, не хватает места, прикиньте, чуть-чуть. Ну, что мне трубы переносить? А там, видите, не дает. Ну, либо здесь рельеф выравнивать. Это грустно. Я потому что хотел именно там подключиться. Нет, ну, я могу, конечно, здесь, я просто боюсь, что они не дойдут. А здесь у нас дорога, да, которая, в принципе, нам, наверное, не очень-то и нужна. Вот сюда, наверное, они уже точно не дойдут. То есть, я о чем говорю? Я хотел сделать еще одну электростанцию, поставить ее, чтобы она строилась за ресурсы. Когда ресурсы у нас нужны и закончатся, ну, точнее, там нужны электромеханические детали, или что там, электрические детали. Мы просто проплатим все остальное деньгами и в любом случае сэкономим, да, на этом. Но вопрос в том, как это все дело подключить, потому что мне пока не очень понятно. Ну, короче, здесь, походу, как-то вот так придется подключать. Мне нужно будет перенести лэб сзади, да. Соответственно, вот эту станцию полностью переключить на работу для города, а вот эту станцию на продажу за рубли. То есть, я тут просто переключу кое-какие соединения, и все должно сработать, да. Ну, получается, что так, да. То есть, мне нужно вот это будет вот с этим вот соединить, то, что туда уходит. А вот это... Да, нет, наоборот, наоборот. Ну, хотя можно оставить вот эту только на продажу, а вот эту подсоединить для города. Тут, в принципе, разницы никакой, как вы понимаете. Ну-ка, что там по людям? Нет, дружище, ну, это не дело. Давай, людей тоже тогда убираем отсюда нахрен. Сколько приехало сейчас? Ну, не полный автобус, на самом деле. Это, к сожалению, грустно, но пока что хоть что-то. Да хренище тут всего строить, конечно. Ну, вот смотрите вы на это. Ну, вы что сюда? Ну, одного человека завезите, 9 трудодней. Тут все есть на месте, да? А, нет, не хватает еще ресурсов немножечко. Ну, короче, стройка затянулась. Я пока, конечно, не буду никакой этот бензин подводить. Ну, нефть, короче, не буду подводить. Не вижу в этом смысла. Надо сюда периодически заглядывать, потому что... О, видите что? Вот вам и все. Вот вам и денежки, как бы. Я думаю, что после вот этой остановки мы отправить должны поезд будем в депо, ибо он будет лишнее забирать, а нам пока это не надо. Короче, идея с электростанцией, на самом деле, хорошая. И я бы даже сказал, важная. Потому что, видите, как мы теряем бабки? А это нехорошо, что мы так их теряем. Я просто не очень понимаю, на чем мы можем их так терять. На закупке каких-то продуктов и ресурсов вот сюда? Или на чем-то еще? То есть, я что-то не помню, чтобы я где-то что-то закупал за деньги. Поэтому это достаточно странная история. То есть, я, чтобы вот здесь построить, начать строить, я должен тогда вот это вот убирать. Я не вижу смысла нагружать сейчас ребят, потому что у них тут стройка полным ходом идет. И я думаю, что надо дождаться вот этого момента, а потом уже смотреть. Слушайте, а поезд что-то продал как-то неполную, да, по-моему? Или он не продал ничего еще? Нет, он еще ничего не продал. А что, мне деньги прилетели? Или они улетели, наоборот? Что-то я пропустил, да? Ну, пока что полный едет. 50 тысяч рублей. Ну, как бы, блин. Это смешно, на самом деле. Если по-хорошему, это вообще сумма ни о чем, которую я не знаю, куда приделывать. Ну, в районе трех лямов, конечно, держимся. Но этого сейчас, как вы понимаете, недостаточно. И вот, смотрите, сейчас мы пошли немножечко в плюс, как бы, да? Такая вот история. При этом рабочих, ну как, немножечко, немножечко туда, немножечко сюда. При этом рабочих здесь не максимум, к сожалению. Ни хрена вы тут пробку создали, ребята. А мне кто-то сказал, что можно вроде как-то настраивать какой-то промежуток, да, между вот этими автобусами, если я правильно понял. Но я только не понял, где это делать. Так, погодите-ка, а сколько у меня еще таких автобусов ездит на эту остановку? Ну-ка, объясните-ка мне, где там это все смотреть-то? Вот здесь. Ну-ка, смотрим. Раз, два, да, получается. Странно, мне показалось, что вот сюда заезжало чуть большее количество. Или я отсюда еще куда-то отправлял? Что-то я не припомню. Ну, видите, народу здесь не хватает. Давайте посмотрим, что люди вообще говорят. Но они говорят, что в целом все нормально, но там какие-то безработные. Я не очень понимаю, в чем проблема. То есть ты мог бы, дружище, просто вот сюда пойти, да? Ну, вот они поперли. И начали работать, надеюсь. Не знаю, короче, странные ребята. Как бы, вроде есть где поработать, но они что-то не очень хотят. Поезд, получается. Поезд едет обратно, да, наверное. Где-то там. Я не вижу его вообще на горизонте. Ну, и что? Где поезд-то? Алло, ребята. Что за фигня? Он, наверное, уже тут. Да, вот он. Я его просто пропустил. Надо его отправлять в депо, короче, пока что. Я не могу его никак применить. Я не могу себе позволить сейчас, как бы, что-то еще отсюда забирать. Оставить свою республику без бензина. Хотя здесь 208 и 209. Он возит 400 с чем-то. И плюс еще тут есть. Видите, тут в чем проблема? Надо вот здесь насос ставить. И от этого насоса везти. Тогда мы отсюда будем очень быстро выгружать. И это было бы, кстати, классно на самом деле. Может быть, попробовать такую фигню осуществить. То есть, получится ли мне из одного насоса скачать разный ресурс? Я, если честно, не уверен. То есть, если я делаю одно соединение сзади и три спереди. То есть, сюда подключаю два и одно сюда. Говорю, здесь только битум. А здесь только вот эта история. Я не хочу просто сейчас рисковать, если честно. Поэтому, ладно, потом с этим побалуемся. Наверное, отправим еще один, скорее всего. А потом уже тормознем. Ну, вообще, история с тем, что мне подсказали о необходимости огромного количества вот этих вот вышек. То есть, там было написано что-то около 15-17, да? То есть, вот это только 4, чтобы вы понимали. И нам нужно еще вот таких вот блока сделать 3 штуки. То есть, ну, это очень жестко на самом деле. Мне порекомендовали, конечно, возить поездом. Знаете, в принципе, в этом есть действительно смысл. То есть, я могу сделать здесь какое-то ответвление уже от существующей железной дороги. И привозить топливо, да? Говоря, что, дружище, заполняйся на полную. Действительно хорошая штука. Потому что здесь, в принципе, есть у нас вход, да, по-моему? Угу. Хрена вам с два вход. И вот здесь я неправильно ничего построил, да? Вот это все в другую сторону совершенно направлено. Но, в принципе, здесь такое количество сейчас бензина, что можно это все переделать. Соответственно, подвезти как-то сюда поезд, у которого будет разгрузочная станция. Вот такая, только повернутая другой стороной. И этот же паровоз мы будем периодически направлять для того, чтобы он нам привозил уже чистую нефть. Так, мы ждем ресурсов. Все никак не можем дождаться, к сожалению. Надо ли мне здесь построить что-то им? Тут что? Тут люди едут. Едут люди. Это хорошо. Едут ресурсы. Вижу, что-то вот здесь какой-то косяк у нас. Не можем довести никак деталей. Ну, давайте, пожалуйста, уж соберемся, ребята, с мыслями как-то сюда довезем. Тут осталось-то строить всего ничего. Ну, ладно, хорошо. Я не знаю, сможем ли мы сейчас передать нормально. Мы вообще должны смочь, да? Здесь никаких проблем не должно быть. Но вот этот производственный комплекс, он такой у нас. И как вы помните, нам еще вот сюда надо будет людей отдельно прям подвозить. А у нас тем временем сентябрь, чертова дери. И это на самом деле... Да, в принципе, пофигу. Ни хорошо, ни плохо. Я уже не переживаю на счет этого. Здесь дохренища тонн можно хранить. И я так понимаю, что этот дохренища тонн сейчас уже никуда не влезает. Да уж, с этой нефтью, короче, проблем не напасешься. Я тут, конечно, намудрил, но все равно, то, что нужно огромное количество этих нефтедобывающих вышек, меня расстраивает. Ну, и как я говорил, проблема еще есть с этими пятнами нефти. То есть, реально, я вижу только какой-то вариант вот отсюда таскать, наверное. Я не знаю, можно ли несколько остановок назначить, да? То есть, сказать ему, что если там тебе не хватило, возьми здесь, типа, и привези. Но пока я не понимаю, как это работает. Но все же, да, везти какие-то рельсы вот сюда, например, вот к этой вот горе и за горой. Это хорошая идея, потому что это не очень далеко. Это даже не настолько далеко, как везти, например, на границу. Слушайте, какой-то еще вагончик нам дали. Замечательная для электрички, да, походу. Это классно. И я, кстати, так и не понял, что мне сдали красную штуку какую-то в прошлой серии. Я так и пропустил. А, это вот такая вот штука, да, была Нессель на топливе. Классно, круто. Дрезина есть. Дрезина, я так понимаю, строит рельсы, если нам это надо. Кстати, строить рельсы. А может быть, мне надо просто заложить ту штуку, которая будет мне рельсы строить? А как это вообще работает? Ну-ка, покажите мне. Я вообще без понятия. Так, железнодорожная депо, терминал, железнодорожная станция, погрузки-выгрузки, тяговая и вот эта вот хрень. А как мне строить тогда рельсы за свои ресурсы? Я, если честно, не в курсе. Ну, короче, вы мне подсказываете, я что-то не понял. Не хочу лишних знаний просто сейчас строить, чтобы тестировать. Не в курсе. Не в курсе, не буду врать. Поэтому будем сейчас с тем, что есть работать. Что ты привез? Ты привез урожай. А куда ты его привез? А, ты привез его сюда, потому что мы здесь с тобой ни хрена не это не сделали. Блин, печально, кстати, что я погрузчиков не сделал. Ну-ка, дожди. Давай сейчас попытаемся разрулить, чтобы у меня урожай не пропал. Блин, 5000 долларов. 3000 рублей. Давай вот так вот сделаем. И вот это соединение тоже построим. Там не так дорого, пофигу. А это что такое? Нет, это заводское соединение. Ну, так и что? Надо тогда погрузчиков купить. Так, автозакупка топлива мне здесь не нужна. Мне здесь не нужна автозакупка, потому что у меня топливо есть откуда брать. Отменить. Мы сейчас скажем, дружище, возить сюда самостоятельно. Давайте погрузчики купим. Значит, что у нас есть? О, есть за доллары. 2000 долларов. Либо 1500 рублей. Вот такой вот. В принципе, возит немного, но возит. Можно взять 4 штучки. Давайте возьмем. Сейчас я им только машину туда организую. Там много, в принципе, наверное, не надо. Но если будет, будет хорошо. Так, ну, Нессель или вот такой вот взять. 80, 70. Давай такой один возьмем для разнообразия. Что там, все одинаковые да одинаковые. Значит, дружище, ты вот здесь вот загружаешься, как понимаешь, бензином. И вот сюда должен, на вот эту станцию нам подвезти. Дорога у тебя благо есть. Поэтому вот сюда тоже бензин. Ждать выгрузку полную. Нажимаем старт. Все, этот поехал. Сейчас надо еще поезд будет тормознуть. И что мы, ребята, нихрена не делаем? Не подскажете вы мне? Или вам обязательно надо еще вот это достроить? Я что-то пока не очень понимаю. Типа дорога не достроилась. То есть, понятно, понятно. Ну и чего теперь будем делать с вами? Поедем что-то делать или как? Вся связанная техника, это понимаю, да. Хорошо. Необходимо назначить здание. Как тебя назначить-то здание? А, во, погоди. Вот это, вот это, вот это. Ну и вот это добавим, да, получается. Выгрузка, загрузка, да? Он вроде сам разобрался. Все, погрузчики поехали. Сейчас мы немножечко склада здесь. Склада, склады освободим. У нас здесь появится все-таки вот это вот хранение зерна. И если что, мы перевезем даже на алкогольный завод. В этом я не сомневаюсь. Надо бы, ребятки, достроить. Вот с этим я вообще не понимаю, в чем сложность. А если за деньги? 101 доллар. Хорошо. Я не против. 101 доллар, значит, 101 доллар. Смотрите, урожай сюда поступает. Вот отсюда. Это мы уже с вами точно знаем. И вопросов нет. Соответственно, ждем алкогольный завод. И ждем... Погоди. Погоди, еще раз. Химикаты у нас здесь. Это я что, вы хотите сказать? Не туда все это пристроил? Вот это красота. Вот это я понимаю. Вот это я могу. То есть здесь мы будем, походу, с вами тоже возить машинками. Потому что, как вы понимаете, перестраивать я не буду. Вот это вот соединение нам больше не надо. А здесь зато, теперь мы точно знаем, что мы проведем тротуар, который поможет нам дойти, соответственно, до рабочих мест. Классно. Я думал, что я еще здесь тротуар не протяну. И это, на самом деле, будет очень сложно сделать. Потому что я так близко до мата поставил специально, чтобы у меня все тут получилось. А я в итоге взял и не туда подсоединил. Ну, красавчик, что могу сказать, бывает. Давайте тогда делать так. Я надеюсь, что дойдем. Ну, хотя, в принципе, я не сомневаюсь. Достаточно маленькое расстояние нужно проходить. Погоди, а вот здесь у нас что? А где у нас выходы? У тебя что, выходов здесь с этой стороны нету? Блин, конечно, здесь я не совсем все продумал. Да нет, здесь есть выходы, все нормально. Получается, на этом заводе, на химическом, тоже выход есть. Мы его подсоединяем. Все, вроде теперь все доходят. В любом случае, здесь я правильно соединился. Ну, будем, значит, завозить сюда химикаты, что уж поделать. Так, погодите-ка, где мой поезд? Вот мой поезд. Дружище, ты загружаешь топливо. Нам бы тебя в депо направить пока что, если ты не против, пожалуйста. Давай отъедем. Не будем ничего забирать. Тут так ни хрена нету. У меня еще заправки надо заправить. Ну, какое-то небольшое количество присутствует. И сейчас еще подъедет. Ну, в общем, ладно, оставляем это все как есть. Значит, что у нас тут? Тут пока у нас ничего. В общем, я накосячил. Сейчас будем продумывать, как что возить. Ну, в принципе, наверное, примерно понятно, как что возить. Вот это мы все построить никак не можем. А в чем у нас здесь проблема? Строительство приостановлено. Не назначено в строительной конторе. Не назначено в строительной конторе. То есть, наверное, в принципе, если так логически подумать, я могу сделать вот так. Сделать небольшой тротуар здесь, чтобы машины могли проехать. И они, соответственно, это начнут строить. Я, конечно же, протянул его за деньги. Я не хотел. Да расстроился, потому что вот из-за этого соединения вроде так сидел, что-то продумывал. Как так вообще получилось? Нахрена я так построил? Ну, сам виноват. Чего что скажешь? Тут вообще непонятно было бы, как все это вывозить по людям, да? Потому что остановка бы здесь не появилась. Ну, короче, ладно. Ну, перевезем мы машинами. В чем проблема? Никаких сложностей. Хотелось, конечно, чтобы это было побыстрее с помощью соединения. Но чего быть тому не виноват, как говорится, да? Вы понимаете, о чем я. Короче, надеюсь, что мы вот это сейчас с вами построим. Вот это у нас назначено. Строительное строительство приостановлено. Нет техники, нет гравия. Но вроде здесь все хорошо. Сколько здесь у нас получилось урожая? 53 тонны. А что-то как-то маловато, вам так не кажется? Я так понимаю, что мы с вами профукали урожай? А, нет, мы еще его не профукали. У нас есть такая возможность его профукать. Может быть, я куплю еще машинку тогда одну? Блин, ну здесь места нет. Короче, урожай лежит просто вот здесь. Здесь 54 тонны, здесь 60 тонн и так далее. Погоди, а нахрена я вообще купил вот эту машину? Кто мне скажет? Как она называется? Еще раз, где она? Луи. Луи. Вы видите здесь такую машину? Я за доллар ее брал? Но здесь только комбайн. Что-то я не понял, если честно. Что-то я не понял. Ну-ка, давай-ка, до свидания отсюда. Я хочу посмотреть, сколько ты вмещаешь-то. 4 тонны? Блин, погодите, а как так получилось вообще? Вы мне не подскажете? Она что, уже снята с производства? Потому что она не очень, да, наверное? Ну, просто вот, есть Болеслав, 10 тонн урожая, а не 4 тонны. Это в 2 раза больше, как минимум. Поэтому, ребятки, давайте-ка вот этот урожай. Ладно, я потеряю, ничего страшного, но машинки здесь возьму другие. Просто серия разочарований. И машинками промазал, и здесь промазал, там промазал. В общем, печально. Посмотрите, сколько здесь еды. Ну, сколько здесь урожая, да? Понимаете, о чем я? Сюда пока что не грузим, да? Да, это печально, кстати. Очень жестко получается. Но мы, конечно, нет, успеваем погрузчиками все это вывозить. Я думаю, нормальная тема. Но надо как-то производить еще что-то начинать. Я куда буду оставшиеся это все складывать? Возить машинками отсюда туда? Ну, ставить какие-то еще вот эти силосы, элеваторы, и, соответственно, туда складывать? Ну, достаточно странная история. Я так понимаю, ты решил заправиться, но 10 тонн схватил. Давайте я пока сюда хотя бы электричество подведу, да? Почему бы и нет? Все равно делать особо сейчас нечего. Мы только созидаем, смотрим, как что-то строится. На это можно смотреть вечно. Строится не очень быстро и не очень эффективно, потому что почему-то у нас пропали там детали. Кстати, слушайте, а я что-то не подумал об этом. А может быть у нас какие-то проблемы с деталями сейчас? С механическими? Нет. Вот они. Так что их тогда не могли туда завести? На складе, вон, полный склад как бы. Что вам надо? Слушайте, ну-ка, погодите-ка. А я, походу, здесь, знаете, что не сделал? Смотрите, у меня нет крытого грузовика. Вот ты что возишь? Ты не возишь механические детали. А что, я сижу, жду тогда, да? Что мне что-то привезут? Вот, ну вот видите, открыл для себя приколюху, что я немножечко здесь неправильно сделал. Нам нужен не бортовой, а нам нужен, конечно же, крытый грузовик. И как вы понимаете, это будет Болеслав. Раз, два, например, да? И еще одно место есть. Ну как одно, есть еще место. Давайте возьмем три-четыре. Все, я думаю, пока что хватит деньги тратить. Но мы немножечко подзаработали на бензине. Надеюсь, что у нас получится еще на нем позаработать. Чуть попозже вы мне расскажете, как я смогу прокладывать самостоятельно пути для поездов. И мы попробуем это осуществить. Я думаю, там какой-нибудь бетон, дерево точно понадобится, да? И так далее. Но хотя, если прокладывать на электричестве, неизвестно. Может, что-то еще дополнительное нужно. Ну, короче, ладно. Об этом мы уже поговорим по ситуации. Сейчас я поехал тянуть электричество. Знаете, какая идея мне в голову пришла? Ну-ка, подожди. А вот это я где соединяю? Блин, нахрена я вот сюда поставил? Да? Неправильно я поступил. Денег лишних потратил. Ай, бывает, ничего. Я уже привык. Ну, я просто думаю, слишком близко. Какого хрена я так близко-то ставлю, если мне надо как бы подальше ставить, да? Чтобы дотягивалось там вот оттуда, откуда-то. Ну, 250 метров, короче, оно дотягивается. То есть, вот, в принципе, сейчас я еще дотягиваюсь до той. Мне надо ставить где-то здесь. То есть, здесь мне надо где-то проводить какую-то дорогу и пытаться что-то уже разметить. А я вообще пока ни хрена не понимаю, как здесь что будет выглядеть. Но хоть какую-то дорогу нам здесь надо обязательно уже построить, потому что иначе я не смогу правильно установить эту штукенцию, разделять здесь где-то на какие-то микрорайоны. Давай попробуем. Блин, это опасно, я могу промазать. Но я чуть побольше возьму тогда, пускай у нас будет вот так чуть-чуть под уклоном. А сюда мы сразу... Угу, погоди, нет, я что-то опять не то делаю. Может быть, лучше тогда вот досюда протянуть? Как вам такая идея, да? Потому что нам надо вот эту вот зону охватить. Зачем нам сюда? В принципе, да, наверное, имеет место быть. Значит, делаем тогда так. Хорошо, что вторую не построил. Но опять же, там дотягивается. То есть, может быть, даже лучше где-то и здесь это сделать, чтобы она была подальше наверх. Все, решено. Делаем сюда. Получается как-то так. Ну, да, здесь будут столбы. Но а как вы хотели без столбов, чтобы вам электричество силой мысли передавалось? Нет, вряд ли такое не получится. Поэтому уж извините, пожалуйста. Но будете наблюдать вот из этих вот домов вот сюда. Ну, как бы здесь тоже что-то появится. Я думаю, тоже какие-то дома в том числе. Мы посмотрим еще, что нам надо будет. То есть, делаем. Давайте глянем, как у нас тут. Что у нас с урожаем? Ну, урожая очень много на полях валяется. И мне кажется, что он погибнет, да, наверное, если мы его не перенесем. Здесь 168 тонн уже. Что-то прям нормально так получается. Знаете, здесь такое ощущение, что не хватает еще одной такой разгрузочной станции. Мне кажется, я сейчас буду ее строить. Почему-то у меня есть такое подозрение. Ну-ка, давайте-ка. Она стоит совсем фигню. Ну, вот смотрите по ресурсам. Нет, так не надо. По ресурсам там что-то вообще, как бы, какие-то понты. Можно здесь не переживать на эту тему. И построить ее где-то вот здесь, да, например. Чтобы она, главное, туда подсоединялась. Потом мы там все назначим. Ну, можно тогда, получается, повернуть. Ну, я не знаю. Можно, наверное, даже вот так их соединять. Я, конечно, ни в чем не уверен. Будет ли работать это соединение. Но мы можем сделать следующим образом. Мы можем сейчас вот это вот построить. без соединения изначального. Вот здесь соединиться. В принципе, можно сказать, да, что, дружище. А, тебе и так это уже сейчас скажут. Вот здесь мы проведем дорогу. Все, сюда сейчас быстренько все подвезем. Все достроим. Надо прожать только вот эту вот кнопку, чтобы еще соединение построилось. Наконец-то начинают что-то сюда подвозить. Нет, не начинают. Мне показалось. Ни хрена не начинают. Строительство не назначено в строительной конторе. Ну, вы что, дурачки, что ли? Ну-ка, давай мы тебя назначим сейчас быстро. Вот так. Здание не построено. Ну, логично, да, так его надо построить. Или чего вам надо-то? Погоди, а я здесь правильно все тротуарами соединил? Ну-ка, покажи мне. Давай удалим тротуар вот этот и посмотрим. Ну, вот вам тротуар. Сюда, соответственно, нужно подключить, привезти ресурсы и начать что-то строить. Но вы почему-то не хотите этого сволочи делать, да? Ну-ка, дайте-ка я попробую здесь что-нибудь замутить, так, чтобы они это начали делать. Не, хоть ты тресни, короче, не подключены и все. Так, что делаем? План банан. Давайте тогда вот это вот все сносим. Чертовой матери. Не-не-не. Никаких зданий сегодня не в мою смену. А вот это нам не надо рассказывать здесь, пожалуйста. Я найду все равно, как это удалить. Но придется автобус подождать, да? Классно. Ну, давайте, пожалуйста, вот сейчас это сделаем. Здесь придется дорогу проводить. Такую вот, как минимум, да? Сюда заворачиваемся. Ну, вот такая будет личная у него дорога. Ну, ничего страшного, такое тоже случается. Тротуар надо только вернуть, потому что иначе они могут не дойти. Просто какая-то серия, состоящая из моей боли. Что я там не то сделал, здесь что-то не получилось. Печально, конечно. Ну, кстати, мы сейчас химический завод с вами получим. И, может быть, начнем что-то уже производить. Погоди, еще раз. А у меня вот здесь вход для трубы. И здесь вход для трубы. То есть, в принципе, можно пока подумать над тем, чтобы сюда подсоединить что. Во-первых, здесь электричества нет, скорее всего. Но мы с вами договаривались, что откуда-то отсюда его возьмем и протянем. Хорошо, это сейчас не проблема. Мне нужна, получается, бочка. Да, наверное, одна. Которая уже нам раздаст вот сюда. Но здесь, получается, еще насос нужен. Нет, зачем мне тогда бочка? Не буду ставить никакой промежуточный пункт. Просто для чего мне еще нужна нефть сырая? Да, по-моему, для чего. Кстати, слушайте, знаете, что мне в голову пришло? Что я вот здесь нихрена не делаю. Вот, смотрите, что творит сволочь. Тебе куда надо было? Ларьяк. Ну и что ты не едешь? Что ты, сволочь, такая не едешь? Продвинутая машиностроение нужно как минимум уже нажать. Но не хочет он никуда ехать, да? Вот такая вот фигня. Ну уж извините, я ничего с этим не поделаю. Наверное, из-за того, что я здесь дорог ставил, наудалял, такое случается. Я не нашел больше еще мест, где мне необходима сырая нефть. Поэтому это означает лишь одно, что можно начинать готовиться уже к тому, что мы будем здесь что-то производить. Значит, нам вариант нужен, получается, какой с вами? Нам нужен вариант вот этот, да, выходит. А там нужен будет вот этот. Ну, короче, мы сейчас подумаем, как это сделать. В общем, как-то нужно вот так ставить вот эту штуку. Хотя, в принципе, можно повернуть, если и выход есть и справа, и слева. Да, ну вот здесь труба сама прокладывается. Но я буду это делать отдельно, наверное. Хотя, почему бы и нет? Мне здесь дорога ни к чему. Ни к чему совершенно, да? То есть, вот я делаю вот сюда вот насос. И здесь пытаюсь прокинуть трубу сверху. Ну, блин, вы уж не обессудьте. Я не знаю, кто как делает, но у меня тут вот так вот все. Короче, как-то получается. Давайте подводить. Ну, все, получается вот так, да? Мы подвели. Ну-ка, что здесь еще раз надо? Нефть и химикаты. Химикаты отсюда. Сюда мы должны будем завести ресурсы. Знаете, мне что в голову пришло? То есть, здесь было бы удобнее вот эту штуку ставить дальше. Вот здесь делать соединение заводское. И к нему подводить склад. На этот склад загружать те ресурсы, которые будут необходимы для того, чтобы произвести, соответственно, эту хрень. Все химикаты. А нет, кстати, не получится. Знаете почему? Потому что два склада придется делать. То есть, сюда, например, я могу привезти даже три. Там сыпучий, такой вот для еды. Нет, забейте. Это плохая идея. Фух, блин, я думал, мне показалось, что здесь нефть была. Вот оно, пятно. Я не знаю, сколько нефти надо. Но мне кажется, парочку надо строить смело. Блин, а почему-то я думал, что она там правее. Ну да ладно, хорошо. В принципе, недалеко. Но один насос еще встанет у нас в любом случае. Так или иначе. Ставить здесь что-то ровно, наверное, смысла нет. Есть смысл, наверное, как поступить. Но нам все равно насос нужен. Как ни крути. Тут никак не поступишь. Вот так. И, соответственно, вот так. Все. Здесь я ничего не буду придумывать. Мы просто берем, делаем еще за бабки один насосик, который нам все это дело качнет. И качнет это уже, соответственно, туда, куда нам надо. Потому что здесь только вход один. Нам в любом случае нужен некий переходник. Да, то есть, скажем, вот такой, например. Можно вот так подсоединиться? В целом можно. Ну и там мы как-то трубу уже загнем, как вы понимаете, и дело пойдет. Достроим мы когда-нибудь? Слушайте, а мы, кстати, наверное, сейчас даже достроим. Это меня радует. Надо с людьми сейчас будет разбираться. Значит, мы должны здесь сделать что-то с электричеством. Причем прямо сейчас. Докуда у нас электричество дотягивается вот отсюда? Ну-ка, покажи нам. Ага. То есть, нам нужно вот здесь где-то поставить, да? Чтобы вот это все охватывать. Нормальная тема. Ну-ка, покажите мне. Ну вот прям вот сюда можно и ставить смело, в принципе. И не париться совершенно по этому поводу. Я сейчас там сделаю разделитель. И мы возьмем просто энергии чуть-чуть вот отсюда. Я думаю, что идея хорошая. Ну все, по электричеству все подвез. Здесь что-то завозят у нас. Еды еще куча тонн на полях. Я, наверное, переборщил с полями для первого раза, если честно. Я думаю, что вот это поле мы удалим сейчас. Не нужно оно просто. Я не могу пока что себе позволить. Посмотрим там с заводом. Не могу себе позволить столько хранить. Хотя нет, хранить могу позволить. Давайте, знаете, как сделаем? Мы сейчас глянем, удалится ли вот это пшено, ну, вот этот урожай зимой. Ну, может быть, не сейчас, может быть, в следующей серии. А потом уже поймем. Значит, здесь нужны только люди, древесина и гравит. В принципе, делов-то, да, по-хорошему. Нефть уже подвозится. А, ну еще и урожай надо завести. Отлично. А где мне брать урожай? Так, в принципе, вот здесь мне и брать его. Да, то есть, получается, я беру и отвожу туда его. Мне нужна машинка, которая мне этот урожай перевезет. Давайте сейчас настроим туда возить все. Знаете, что не посмотрел? А какое количество здесь мест для выгрузки? Так, здесь их только два. Угу. Это не очень прикольно, кстати. Это не очень прикольно, но что есть, то есть. Значит, нам понадобится с вами самосвал. Давайте с этого начнем. Возьмем, наверное, Нессель. Посмотрим, как это будет работать. Либо этот брать. Да нет, давай Нессель возьмем. И Несселю скажем, что, друг мой любезный, нам, пожалуйста, немножечко гравия, если такая возможность имеется, привезти надо вот сюда. Не буду здесь ничего прожимать, чтобы они пробку не создавали, так как машины будут ездить три штуки, как вы понимаете. И плюс еще химикаты надо будет забирать, что тоже на самом деле имеет значение. Поехал. Значит, следующий у нас, господин, это господин перевозящий лес, а именно бревна. Так, что у меня здесь с бревнами? Бревна, кстати, добываются. Вон, люди приехали. Все нормально. Бревна у нас перевозят, по-моему, ну, точно не крытый, да, а бортовой. Вот он бортовой. Девять тонн бревен. Ну, давай берем Болеслава. Тринадцать тонн. Так, значит, вот это пока закрываем. Здесь, соответственно, говорим, что я хочу вообще здесь дорогу еще одну. Вот что я хочу. Блин, я очень хочу. Иначе это возить просто до скончания веков можно. Ну, давайте хотя бы грунтовку здесь накидаем. Я думаю, что мы подцепимся сейчас через лес. Или, может быть, даже откуда-то отсюда. Замечательно. Так, что мне надо было сделать теперь? Я не указал, куда ехать грузовику. Дорога у нас появилась. Так, дружище, давай еще раз с тобой пообщаемся. Вот отсюда, пожалуйста, привези нам какое-то дерево вот сюда. Да, наверное, нормальная тема. Может быть, с Болеславом перестарался, потому что теперь ехать близко. Ну да ладно, хорошо, посмотрим. Если что, отправим его куда-нибудь в другое место. А эту штуку, для этой штуки купим что-нибудь новенькое. Все? Нам осталось только урожай? Нет, погоди. Да, только урожай. Все правильно я говорю. Значит, закупаем еще одну тачку. И возим сюда урожай. Соответственно, достаточно простым способом. Это будет крытый грузовик. Возьмем поменьше что-нибудь. Ну, я не знаю. Хотя поменьше разница как бы в тысячу рублей. Да, по-хорошему. Тут смысла в этом никакого нету. Ммм, как поступить? Как поступить? Брать Болеслава? Ладно, давай Болеслава. Я ему применение, если что, найду. Ну, получается, что все. Получается, что все по ресурсам. Но не получается пока что по людям, к сожалению. И надо людей как-то вести. Надо людей как-то вести. А у меня тут вот что. У меня тут вот что. Ты кто? Блин, это гребанная строительная контора. Освободи нам нахрен место. Людей, кстати, очень даже немало. Так, это у нас спускать и выпускать на работу. Надо вот эти автобусы тоже все менять. Но сейчас пробочка рассосется. Люди подходят. Да, люди подходят. Блин, я вообще хотел вот это перестроить. Очень много дел. Короче, очень много дел. Я вообще не вывожу. Мы как-то пытаемся с этим справиться. Не все, конечно, к сожалению, получается. Но мы очень стараемся. Значит, и я не подключил еще к электричеству вот эту вот штуку. Давайте напоследок мы ее сейчас подрубим. И попробуем, наверное, серию на этом завершить. А здесь у меня не достает. Ну, конечно. Конечно, не достает. Зачем же здесь доставать? Надо, чтобы мы что-то еще провели. Например, вот сюда. Ну, вот так, если я поставлю. Я не ошибусь. Давайте стоять прямо по центру. Вот сюда. Бахнем вот так вот. Здесь мне придется подснести. Почему я не продумал это сразу? Ну, голова была просто забита всем подряд. Только не тем, чем нужно. Нет, мне нужна вот такая вот штука, если можно. Блин, а здесь ее очень близко не поставить. А у меня тут так красиво проложено было. Ну, относительно красиво. По крайней мере, не супер страшно. Ну, все. Теперь у нас точно пойдет как минимум нефть. Это уже радует. И что у нас тут? А ты нахрен сюда приперся? Я не понимаю. Тебе что надо? В чем проблема? Ну? Давай на следующую поедем, может быть, пока что. Или в чем у тебя беда? Пропусти пока что. Ребята, они тут стройкой занимаются. Он красавчик. Я не понял, что с ним случилось. Что он затупил? Или тут заливать некуда? Ну, так все тогда. Стой здесь и жди. А, здесь нет такой штуки, как в заправке. Он встает тупо на дороге и пытается залить, да? Ну, то есть тогда мне не вариант ему говорить ждать выгрузку, потому что иначе он мне будет здесь создавать пробку. Меня просто максимально расстраивают постоянные перебои с электричеством. Не знаю, как с этим быть. Но я знаю точно, что меня бесит еще и вот этот автобус, ко всему прочему. Чего тебе не нравится? Покажи мне, куда тебе надо. Ну? А зачем тебе сюда? Объясни мне. Ты хотел вот эту дорогу построить? Хорошо. Я тебе дам такую возможность. Я проведу вам здесь еще один тротуар. И, пожалуйста, не делайте мне голову. Просто приедьте и построите. Я вижу, что получилось. Это отлично. Ну, я вижу, что нефть копится. Пластик здесь тоже будет. Я так понимаю, нам бы пластик на какой-нибудь склад закидывать, да? Вот как раз для него есть складец. Если что, мы сюда привезем. Потом уже посмотрим, если здесь забьется. Ну, вот ресурсы подъехали. Гравия только еще нет. Я не знаю, где гравий. Наверное, он вот едет, да? Скорее всего, да. Химический завод 12 тонн. В общем, короче. Ситуация пока что неоднозначная. Какие-то машинки что-то опять потерялись в пространстве. Не знаю, что тут происходит. Ну, в общем, с деньгами пока не очень. Понятно, что есть кредиты и можно попробовать вылезти из этой долговой ямы. Но мне не очень бы хотелось этим пользоваться, если честно. И хотелось бы разрулить историю. И, наверное, по энергии нам нужно уже как-то будет в уран выезжать. Потому что уран это все-таки большое количество энергии. Но, опять же, видите, как далеко относительно, да, месторождения. Вот ближайшее получается вот здесь. Где оно? Ну-ка, подожди. Вот на этой горе, около которой мы с вами добывали первую нефть. Ну, давайте просто посмотрим напоследок. Соответственно, история какая? То есть, вот вам урановая шахта. Ездить сюда далеко. Здесь либо делать электричку, которая будет возить большое количество жителей. Ну, либо я другого, честно, варианта не вижу. Либо начинать вот этот город развивать, что тоже достаточно странная идея. Делать сразу два, как бы, города. Но, на самом деле, может быть и не такая странная. Но, прикиньте, здесь опять же тратится на еду в магазине, на всю остальную фигню. Мне эта перспектива не очень нравится. Поэтому будем думать. Но уран, мне кажется, самый адекватный вариант это тут. Это здесь, либо нигде. Но слишком далеко. Очень далеко. Просто нереально. Не знаю. Будем, короче, придумывать. Ну, а эта сложная серия будет завершаться. Сложная она просто морально. Потому что слишком много всего надо делать. Надо как-то еще город обустраивать. У тебя-то что случилось, друг мой любезный? Ну вот, он вроде оттуплился. Надо как-то город обустраивать дальше. Да, мне нужно с автобусами до конца разобраться. Периодически отъезжает электроэнергия. Вот сейчас вроде работает. И что-то происходит. Периодически не работает. В общем, построим еще алкогольный завод. И я очень надеюсь, что у нас получится и с этого в том числе денег заработать. То есть, например, с алкоголя. То есть, например, с одеждой. И, в общем, мы все-таки потихонечку будем двигаться в плюс. Ну, а на этом серия завершается. Вам спасибо, что смотрели. Ставьте лайки под видео. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. И пока-пока.